Когда мы прописываем функцию гипа, мы можем написать вот так. Функция называется гипа, возвращает тип int, то есть в результате работы функции гипа получается intовое значение, то есть целое. Мы подсовываем ей одно целое значение, второе целое значение, называем его первое, то есть а, второе b, производим вычисления с этими а и b и как результат возвращаем c. Мы также можем использовать второй вариант реализации функции гипа. Мы говорим, что она называется гипа, что она возвращает в качестве результата значение intовое. Мы ей подсовываем первое intовое, второе intовое, но называем одно альфа, другое бета. Дальше, внутри, в теле мы объявляем sqrt, альфа умножаем на альфа, бета умножаем на бета, следующее intовое значение гип, корень из sqrt, то есть вот из этого, и возвращаем гип. Все то же самое, то есть неважно, как вот здесь мы назовем, это будет а, это будет b, или это будет альфа, бета, неважно, то есть внутри функция, она просто будет оперировать тем, что вы ей назовете, альфа, бета или а, б, не принципиально. Третий вариант реализации функции гипа, она называется гипа, возвращает int в качестве результата, ей подсовывает первое intовое, второе intовое, одно называется альфа, другое бета, мы пишем просто альфа, равно альфа умножить на альфа плюс бета на бета. Помните, как мы делали? x равно x плюс 1, то есть у нас здесь будет новая альфа, в которой мы пропишем произведение альфы плюс произведение беты. Это будет нормально. Следующая альфа, квадратный корень из того альфа, которое было вычислено, и возвращаем альфа. То есть здесь отличие в том, что мы не задаем здесь новых переменных, там c2 или c, мы просто работаем с одной альфой. Четвертый вариант реализации функции гипа, можно вообще написать вот так, она называется гипа, она возвращает int, ей подсовывают первый int, второй int, а в качестве возвращаемого значения, то есть результата, просто берем квадратный корень мат скурт и прямо вот сюда прописываем а умножить на а и b умножить на b. Сумма, да? То есть без всяких дополнительных параметров нам никто не мешает просто взять и в качестве возвращаемого значения это все прописать. Это тоже так можно сделать. То есть получается, что мат скурт требует, чтобы ему подсунули некое число, а число чему равно? Оно равно сумме вот этих произведений. Все, он это вернул и никаких дополнительных мы уже не писали, да, здесь переменных и ничего не объявляли. Вот, это очень важно. Так вот, фактически сравнив эти четыре варианта, мы понимаем, что можно как угодно функцию написать, да? Вот, обратите внимание, что во всех этих вариантах, что сохраняется? Сохраняется название, сохраняется то, что мы возвращаем и то, что мы подсовываем, да? Это неизменно. А внутри, как это мы рассчитываем, это уже наше дело программерское, понимаете? Вот и все. Субтитры подогнал «Симон»